всем привет дорогие зрители вы на территории империи зла и сейчас я хочу подвести итоги 29 тура а также поговорить про грядущий кубковый финал локомотива против самарских крыльев советов начну я пожалуйста итогов тура первую очередь стойки тура лизинит и зенит уже обеспечивший себе звание чемпиона прошлом туре в этом достойно сражался с уфой пытался взломать ворота бельного не смотрел он то что этой команде нужны очки как воздух чтобы осад премьер лиги но сделать это так не смог не смог забить азмун не смог забить марком не смогли забить практически никто вообще никто то есть результате уфа получила спасительное оживительное очко зенит не проиграл учитывая чем закончился прошлогодний матч в прошлом сезонный матч в уфе для зенита это результат неплохой ну а также учитывая чем закончился матч уфы со спартаком для зенита 0-0 это результат по идее неплохой не обосрались как бы в принципе ничего критичного я скажу так хорошо спасибо что дали уфе возможность выступать в высшей лиге того что уфа это очень талантливая команда особенно в последнее время когда пришел алексей стукалов он только разворачивается только дает свою игру в общем то то что уфа остается это хорошо потому что стукалов стукалов будет возможность проявить через себя вашей лиге я думал в следующем сезоне уфа будет числе крепких середняков которые вполне возможно что будут бороться даже из-за еврокубки вот дальше как как сыграли другие конкуренты зенита прежде всего спартак спартак одолел своих своих очень близких родственников из химок помог им это сделать спартак и находящийся в аренде макс глушенков привет тебе огромный привет всем тем хитерам которые говорят что у сочи играет куча арендованных футболистов зенита вот уфимках тоже играет куча арендованных футболистов спартака и они порой даже приносит результат он глушенков заехал ногой в очку айртону получил за это прямую красную и покинул поле до конца матча результате под кузьмил своим одноклубником тем с которым он играет во всяком случае но и соответственно в прошлом сезоне спартак одолел арсенал тульский у которого тоже куча игроков спартаковских в аренде ох ну короче короче щаба корова пиздила про фан клубы вот-вот у спартака в матче с арсеналом 6 очков из 6 у спартака в матче с химками 6 очков из 6 и что кто-то говорит про фан клубы нет конечно же это нормально то что в арсенале играет ломовицкий который забивает csk показывает красно-белый ромбик то что в химках играет мирзов который забивая тем же csk показывает красно-белый ромбик это нормально я считаю что давайте тоже голосить и на всех уровнях голосить и галдеть про фармклуб про то что спартака бросил систему фармклубов тогда хоть всякие борзы кину с кузьмичами немного успокоится вот там у них провожает тдс к тдс к в принципе для спартака я считаю тренер более-менее нормальной с точки зрения того как его провожает почему потому что спартак в принципе команда такая что если тренер неудачно играет то его обливают дерьмом а тут 1 за 30 веков тренер который показывает более-менее стабильный результат при котором более-менее стабильно команда играет команда в тройке да но команда тдс к вот последний матч с ахматом будет и я считаю что вероятность того что спартак с не опустится 2 место на третье она очень даже реально потому что ахмат это не просто там мальчики для битья спартак уже сейчас будет играть на успокоенности да что мол все второе место всего три очка не отыгрываем отставания вот он проиграет они ахмату а выиграть локомотив допустим у урала и тогда все такое же собственно случай был в сезоне 2017-2018 когда спартак принимал московская динамо очень то что ожидалось это встречи да по сути ничего потому что динамо неких турниров задач не решала а спартак уже был одной ногой на втором месте но спартак динамо сам проигрался с кассовым матчем выигрывали спартак опустился 2 место на третье тренировал величайший тренер в истории спартака массимо каррера который впервые за 300 веков подарил команде чемпионство случайно абсолютно на шару вот так же случайно на шару подарил третье место должно было быть старым но третье очень на кого это смущает но спартачи очень расстроились очень обиделись результате по осени выкинули карреру слубы несмотря на то что каррера сделал их в свое время чемпионом вот что могу сказать про лока лока психологически после неудачи зенитом пассива немного вот пыталась как-то матчи динамо ковать свою игру но не смогло ли за реализовать даже большинство фарт который был с николичем куда-то ушел я в принципе удивлюсь если они смогут все за чентури победить урал если они смогут победить урал то тогда выпадут стройки потому что рубин на сфера на сиделся 9 процентов обыграет ротор вот ну и соответственно сочи будут играть схемками если сочи победит то сочи будет третьей команды в россии это для сочи будет величайшее достижение надо только молиться чтобы локомотив потерял очки и рубин потерял очки в любом случае если московская команда 1 выпадет и будет кроме зенита еще какая-то не московская команда на пьедесталь то это будет конечно очень хорошо и лучше было бы если бы то был рубин потому что если это будет сочи что сразу будет тысячи разговоров про то что газпром тащит свои клубы на пьедестал а так будет хоть одна не московская команда которая будет по общепринято умнее независимой нет нет кого там из властных структур и которые будут на пьедестале и в общем-то москва опять будет сосать и в этом хорошо в этом будет просто замечательно осталось только молиться на урал на то чтобы урал победил или сыграла ничего с локомотивом тогда рубин случится и победа будет третьим а сочи них уже есть преимущество по личным встречам принципе эти матчи если бы это было двух раунд на противостояние то выиграл бы рубин в первом круге сочи выиграл 3-2 дома рубин во втором круге был 10 но рубин два гостевых гола поэтому они получат по личным встречам преимуществом вот что же кони кони впервые за 300 500 веков победили команду не из на турнир на таблице победили краснодар со счетом 31 и за это им можно вот так вот поаплодировать и пожелать чтобы это победа вот они победили впервые за пять матчей до команду из не знатую не забыть отпускающего столько же ждут следующей победы вот так и что значит дальше тридцатый тур на 30-х туров 30-го тура и особую неожиданность неожиданно будет дерби динамо цска дырами середняков заурядных динамо и цска в принципе на одной на одном уровне больше вообще не наш с ним претендуют ну то что рубин проиграет проиграет или то что сочи даже если проиграют то по личной встрече они все равно будут хвоиться обходить цска получается это битва только за промежуточную шестую строчку и пока вот и биты выиграют цска но если динамо победит то динамо больше стыма цска закончим пятна рекордно низко для себя седьмой позиции это будет вообще просто офигенно вот ну тогда у личи я так думал попрут нахер в отставку будто другой но когда сменит коней на переправе тогда ситуация я думаю не изменится а что же касается финала кубка я думаю что локомотив первую очередь думает не отрицатым туре не о том проиграет ли спартак о том сможет ли команда из черкизова одолеть самарские крылья советов сейчас в этом психологическом состоянии я не думаю что локомотив как-то сильнее крыльев советов угры и советов они конечно во второй лиги играют но у них лучше бомбардировал сергеев обновил рекорд фнл про по количеству уголов за сезон обошел игрока истерика андрея фитькова которую супа в бородатом бородатом 2004 году сейчас крылья советов на психологическом подъеме я думаю что как минимум серьезный бой локомотива не дадут но вообще я больше поставлен на то что у крылья советов смогут вообще победить локомотив локомотива сейчас было поражение зенита было поражение от не поражение ничья плане час динамо хотя при условии того что очень много время втором тайме локомотив играл с преимуществом числен то это ничья равна фактически поражению вот но в общем то хреново еще знает когда они будут как бы локомотивы сейчас психологическое состояние не очень с одной стороны победа над крыльями сможет помочь локомотиву восприят духом но с другой будет ли это победа это большой вопрос 11 матч и удачная серия для железнодорожников закончилась больше побед пока нет и общем то хреново еще знать когда они будут если победят крылья советов то я думаю что смогу победить урал если не повезет то и в матче с уралом не смогу победить и выйдут тогда из стройки в общем то как то так вот такие были тоги тором всем пока